О чем я хочу сегодня поговорить? Я уже немножко затизерил эту тему на потоке образования и инновации, но я считаю, что это одна из самых важных тем на сегодняшний день, которая касается абсолютно каждого. Это творчество вот этого человека. Те, кто не был на потоке образования и инноваций, это кто? Толстой я услышал. Спасибо. На самом деле это Дарвин. Второй тест. Теория Дарвина звучит как? Выживает кто? Сильнейший. Тоже неправильно. Выживает самый адаптивный. Вот это большая разница, потому что сильнейшие начинают проигрывать. И давайте поговорим о темной стороне инновации. Мы все такие хиппи, мы рады блокчейну, биткоину, рады дополненной реальности, всем этим вещам. Но насколько мир готов к тому, что сейчас происходит? Давайте посмотрим. Насколько мы адаптивны как вид? Насколько адаптивна была вот эта пара ютуберов, которая попала в новости следующим образом? Они гнались за лайками и просмотрами, и подписками. В результате решили поставить станд, трюк. Девушка через книжку стреляла в парня, и они думали, что книжка остановит пулю. Они снимут на ютуб, положат все это и будут миллионерами. Парень погиб, девушка в тюрьме. Давайте посмотрим, насколько адаптивна политика. Нашу не будем трогать, потому что iForum без политики. Давайте обратимся к матушке России и посмотрим, как у них дела обстоят. Можно видео включить? Телеграм, знаете, дохайповой темы. Что такое ключи шифрования? Я не технический работник. Ну, это... Тут нужно обращаться к специалистам, чтобы я вам... Это депутаты, это законодатели. А это эксперты. Спасибо. Пожалуйста. Ключи шифрования – это, прежде всего, желание соблюсти закон, который действует на территории страны. Я не могу вам объяснить, потому что мы еще за него-то не голосовали. И ко второму чтению, конечно, мы разберемся. Просто меня эта тема волнует. Ну, как пин-код. Вот пин-код банки. Понимаете, да? То есть, видео скачаете, оно есть, оно очень интересное. Но сделайте для себя такой вывод. А как вы думаете, Конгресс и Сенат США лучше? Лучше ли наша Верховная Рада? Это люди, которые создают законы, по которым мы живем. Точно так же, что бывает, когда инновации сталкиваются с пиаром, да? И с геополитикой. Заканчивается, как у дрона почты России. Давайте пойдем дальше. А понимаем ли мы обратную сторону инноваций с точки зрения преступлений? К сожалению, большинство из нас считает, что самое страшное, что может случиться с экспоненциальными технологиями, это спам. Или, на крайний случай, какой-то эквивалент вируса Пети. К сожалению, я очень жалею, что большинство людей в массах не увидели панику, которая была у бизнесов, у которых полетело все. Я знаю три страховые компании, которые потеряли вообще все данные, им пришлось обращаться к первичке. Почему? Потому что они не бэкапили. Мы относимся к этому крайне легкомысленно. Точно так же, как относился рынок легкомысленно к такой вещи, как Twitter. Пока не был взломан аккаунт Associated Press, и ради шутки хакеры написали следующее. В Белом доме два взрыва, Барак Обама пострадал. В течение секунд после этого алгоритмы, которые торгуют на бирже, обвалили рынок на 139 миллиардов долларов. Насколько мы готовы к такому миру? По оценкам специалистов, киберпреступность к 2019-2020 году будет нам обходиться в 2 триллиона долларов. Это больше двух аплов. На самом деле технологии попадают в руки преступности раньше, чем они попадают в хорошие руки. Но мы к ним относимся позитивно. Например, в Мексике, когда была облавана картель, вскрылась любопытная вещь. У мексиканского картеля была GSM-сеть с лучшим покрытием, чем один из национальных операторов. Своя, закрытая, зашифрованная. Когда Эль Чапа был арестован, у него дома наличностью нашли 200 миллионов долларов. При том, что бюджет годовой Интерпола 90 миллионов долларов. Насколько мы к этому готовы? Как вы думаете, в какой квартире выращивают марихуану? Понятно. К сожалению, эта фотка была сделана не с полицейского дрона. Эта фотка была сделана с дрона преступников, которые ограбили тех, кто выращивал марихуану и забрали у них всю наличность. А потом грабителя арестовала полиция и увидела эту фотографию. В чьи руки попадают технологии в первую очередь? Вот вам небольшая новость. Как вы думаете, МКС когда-нибудь заражалась компьютерным вирусом? Оказалось, да. Вирус попал на МКС и заразил все ноутбуки на МКС системой Windows через флешку, которую привез по ошибке русский космонавт. Притом меня пугает следующее. В комментариях НАСА сказала следующее. Это не часто случается, но это не первый случай. Мы взламываем космические станции. Мы взламываем дроны. Все знают о кейсе, когда боевой беспилотник Соединенных Штатов был хакнут и посажен в Иране. Мало того, Иран расшифровал все видеозаписи с этого беспилотника. Но, может вы не знаете то, что в Техасе два студента взломали такой же беспилотник в полете. Мы начинаем пользоваться для уничтожения других людей технологиями, которые сами не понимаем до конца. Идем дальше. Как вы думаете, вопрос взлома атомной электростанции. Это вопрос если или вопрос когда. К сожалению, большинство экспертов в мире на сегодняшний день сходятся во мнении, что это вопрос когда. Пошли дальше. Искусственный интеллект, о котором мы говорим. Искусственный интеллект только сейчас в системе машинного обучения начинает попадать в плохие руки. И я думаю, в ближайшие 3-5 лет вирус Петя нам покажется просто игрушкой. Можно видео запустить? Когда мы говорим о взломах, мы всегда думаем о взломах наших персональных компьютеров. К 2020 году мы ожидаем 50 миллиардов подключенных к интернету вещей. Это будут не только ваши холодильники, ваши телевизоры и так далее, но и вот такие девайсы. Девайс, который позволяет за счет микродвижений без слов слышать и говорить. А подумайте, если я взломаю такой девайс, как быстро вот этот парень из MIT отправится в психушку. Он в буквальном смысле начнет слышать голоса у себя в голосе. А кардиографы? А если я взломаю пейсмейкер, то есть электрокардиостимулятор? Все медицинские девайсы, которые мы добавляем в сеть, тоже могут быть взломаны. И мир к этому абсолютно не готов. Давайте посмотрим на другую сферу, на генетику и на цифровую биологию. Она становится все доступнее и доступнее, она дешевеет. У нас студенты с бюджетом в 50-40 долларов начинают играться с Криспером, начинают создавать искусственных микробов. Как вы думаете, как выглядит график, и это очень редкий график, который выпустило десятилетние давности правительство Соединенных Штатов. Как вы думаете, как выглядит график биопреступности? Вот так. Узнаете экспоненту, узнаете закон Мура, график выглядит точно так же. Пошли дальше. Все знают новость, беспилотник Uber разбил человека насмерть впервые. То есть был большой хайп на эту тему, все кричали и так далее. То, чего вы не знаете, это даже не то, что беспилотные автомобили будут регулярно взламываться, когда они выйдут на дороге массового пользования. Взломан может быть любой автомобиль в среднем по образцам модельного ряда после 2013-2014 года, который подключается к сети интернет. Удаленно хакеры, поищите эти видео в YouTube, могут управлять педалью газа, тормозом, рулем, печкой, замками, дворниками, магнитолой и так далее. Сбросить вас с Южного моста при желании – это вопрос техники. А если мы говорим о дронах, как вы думаете, когда мы увидим первую катастрофу, можно видео вот такого типа? К счастью, это фейковое видео, которое и так наделало довольно много шума. Но прежде чем мы обрадуемся тому, что это фейк, на сегодняшний день в мире зарегистрировано больше 20 случаев столкновения пассажирского или легкомоторного самолета с дроном. Но меня пугает следующее. Вот эта новость. Опять же, пришедшая к нам из России. Владелец дрона, любитель, решил поэкспериментировать с большим дроном с фотокамерой, сможет ли этот дрон взлететь на высоту 10 тысяч 100 метров. Взлетел, снял видео, выложил на YouTube. Как вы думаете, у этого любителя, владельца дрона, есть понятие, хоть малейшее, о гражданской авиации? И о том, что на флайт-левел 330 проходит пассажирский эшелон. И на скорости 900 километров в час столкновение с 3-4 килограммовым дроном может быть смертельным. Для 100, 200, 300 или, не дай бог, 400 человек. То есть дроны, если мы считаем, что только угроза для пассажирской авиации, мы ошибаемся. Одна из самых главных проблем — дроны против тюрьм. Когда мы создавали мир, который мы считали никогда не изменится, мы решили не накрывать тюрьмы сверху. Поэтому сейчас в мире постоянно происходит следующее. Как, например, бунт вот в этой тюрьме, когда дрон просто пролетел и сбросил героин прямо в центре двора. И началось вот это. Вы, наверное, те, кто говорят по-английски, услышали, это один из многих случаев. Это происходило в Ахайо, это происходило в Великобритании. Просто нагуглите «дрон и тюрьма». И почитайте. Таких случаев десятки, если не сотни. И мы не знаем, что с этим делать. Давайте дальше по дронам пойдем. Как вы думаете, Почта России или Амазон только пользуются дронами для доставки. Как обрадовались мексиканские картели тому, что теперь не надо брать легкомоторный самолет, не надо проглатывать презервативы с героином, а можно просто купить дрон за пару тысяч долларов и отправить его через границу. О, это эффективность масштаба. Поверьте, они могут себе позволить потерять 50 дронов, один долетит и все окупит. Мы не знаем, что с этим сделать. Эта преступная группировка пошла еще дальше. Полиция перед тем, как задержать организованную преступную группировку, она шпионила за ними. В результате, к сожалению, узнала, что дрон преступников в это время шпионил за полицией. Камеры на дронах – это мечта всех людей с плохими намерениями. Например, очень часто новое преступление, которое появилось, дроны с высоты фотографируют, снимают на видео банкоматы для того, чтобы увидеть ваш пин. Это очень легко и, как оказалось, довольно прибыльно. Дроны используются для того, чтобы изучить дома до того, как преступники их соберутся грабить. Найти где окна открыты. Уже не надо залазить рисковать. Дрон полетал, увидел, о, в этом доме никого нет дома, открыто окно. Все, привет, вы приплыли. Дроны и приватность, дроны и секс даже. Давайте говорить об этом откровенно. Тоже довольно любопытная вещь. Немножко о скрепах, о которых мы от россиян очень часто слышим. Это Борисоглебский монастырь в России. Казалось бы, фотка снятая с дрона. Что тут плохого? Чем пара занимается на колокольне? Скрепы против дронов. К сожалению, даже скрепы не были готовы к летающим стрекозам с камерами. Идем дальше. Вот вам, в принципе, адаптивность человеческого вида. С точки зрения дронов и секса, что с ними делать? Новость слева. Одна из компаний, которая обеспечивает безопасность на больших музыкальных фестивалях, думает, что она может бороться с сексуальным насилием при помощи дронов. То есть мониторить толпу. В это же время в Англии в 16 раз выросли вызовы полиции на харассмент дронами. Когда женщина спокойно у себя на балконе загорает, и тут сосед такой, а что бы мне не полетать. А законодательство не знает, что с этим делать. Есть вот такие дроны. Можно видео. Как вы думаете, мексиканские картели, которые доставляют метамфентамины и героин через границу дронами, как долго до того, как они объявят тендер на лучшую модель? А ведь еще недавно, до того, как YouTube, наконец-то, спустя десятки лет, чуть больше десяти лет, впервые додумался забанить видео с оружием. На YouTube еще год назад лежала куча видео не только дронов с оружием, но и как эти дроны собирать. Погнали дальше. Вот более безобидный вариант из России, но он немножко вам на видео покажет, какое будущее нас вполне может ожидать. Покажи спину. Как вы думаете, сложно заменить это на огнестрел? Я думаю, большинство из нас понимает, что нет. А что насчет кибербезопасности роботов? Мы все видели робота Atlas, Boston Dynamics, который делает сальто назад и кучу других роботов. Я вам покажу пару прикольных новых роботов, а вы подумайте, что будет, если их взломать и ими управлять с плохими намерениями. Робот-паук Festo. Который миленький робот-паук, но, оказывается, может довольно быстро передвигаться. Представляете такую штуку? Не нужно Терминатора, не нужно Скайнета, которая гонится за вами. Или тот же Boston Dynamics. Пока мы все смотрели на Atlas, у них есть SandFly. Вот такой робот. Казалось бы, он не страшный. Смотрите на экран. И представьте, что на нем 100 грамм взрывчатки. Следующий, смотрите, он может запрыгнуть на крышу здания. Понимаете, да? То есть Boston Dynamics компания, которая вполне может воплотить все наши мечты о Терминаторе в реальность. Walmart не отстает. Walmart решил бороться с проблемой вымирания пчел по миру. Они запатентовали роботов-пчел. Как я пошутил один раз, будущее человечества зависит от того, будет ли у этой пчелы жало. Но и без жало дроны, которые летают стаями, это большая проблема. Найдите в YouTube видео, где показана потенциальная гипотетическая угроза. Слушайте, на самом деле можно продолжать. Генетика, 3D-принтинг, на 3D-принтерах печатается оружие. Блокчейн используется в разных нехороших целях. Но для того, чтобы понять, что нас ждет, достаточно почитать о дип-вебе. Те, кто знает, как и может это легально и спокойно сделать в ресерч-целях, туда зайти. Когда вы заходите в темный интернет, вы видите будущее, которое нас ожидает буквально через год, 2, 3, 5. Там можно купить любые кредитные карты. Я могу купить все ваши данные в темном интернете. Я могу купить паспорта. В интернете есть вот такие блоги. Пока мы ведем блоги о распаковке игрушек, в дарк-вебе ведутся блоги об охоте на бездомных. И о экспериментах на бездомных. В интернете идет торговля людьми. Самая жесткая вещь в дарк-вебе, которая была, это торговля бездомными детьми, которых делали инвалидами и продавали в сексуальное рабство. Намеренно здоровых детей делали инвалидами. Вот какое будущее нас ждет. Смотрите, для меня вот эта новость показывает будущее человечества. Роботы – это большая часть секс-индустрии. Их показывают, секс-роботов показывают на всех выставках. Робота Саманту, к сожалению, изнасиловали люди на выставке. Это все, что вы оторвали ей руки и изнасиловали. Это все, что вы должны понимать в принципе о человечестве. И мой любимый вопрос. Абсолютно легально. Японская компания, которая производит роботов-партнеров, в том числе и сексуальных роботов, производит вот таких роботов, которые очень похожи на детей. Это абсолютно легально в нынешнем мире. И законодатели не знают, что с этим делать. Просто задумайтесь, таким ли светлым является будущее, в котором мы живем. Даже виртуальная реальность. Казалось бы, ну как ее-то использовать для преступлений? Те же преступления сексуального характера. За счет эффекта погружения они просто наносят такие психологические травмы, от которых гораздо сложнее отправиться. Еще одна проблема человечества на сегодня – это наше непонимание даже таких простых вещей, как персональные данные и социальные сети. Цукерберг выступал в Конгрессе. Как вы думаете, большинство конгрессменов хоть что-то поняло из этого? А ведь Фейсбук держит в своих руках просто сумасшедшие ключи к контролю над всем. То, что мы видим сейчас – Телеграм всех просит запускать самолетики и борется таким образом как бы с государством. Это первый прецедент борьбы с социальной сетью с государством. Прямой. Но представьте, если с государством будет бороться Фейсбук или Гугл. Вот это вот количество персональных данных, которые Гугл держит на меня. Я скачал свой файл. Видите размер файла? 200 гигабайт. Это один из двух файлов, которые мне предложило скачать. Второй был 170 гигабайт. Бывают вот такие вещи. Мы думаем, персональные данные, господи, ну для прэнков, для всего, это не страшно. Вот этой паре влогеров, к сожалению, пришлось прятаться в шкафу, пока один из их фанатов, нашедший их через персональные данные, с ружьем бегал по их дому. Вы думаете, у вас нет врагов? Вы ошибаетесь. Человечество давно доказало по теории нашего друга Толстого, как вы говорили, что оно нестабильно, оно волатильно. Что мы будем делать с такими возможностями государства? Последнее достижение машинного зрения в Китае. Человек был опознан умными камерами на рок-концерте. Китаец среди 70 тысяч китайцев. Вот возможности машинного зрения на сегодня. Мы все хайповали на тему того, что черные жизни должны цениться. Самая большая фейсбук-группа на тему черный Black Lives Matter была фейком. Но об этом мы не знаем. Мой любимый Обама, да? Тош, три минуты. Очень классно. Понимаете, да? То есть, как бы, что Обама реально это не говорил. Это было сделано голливудским режиссером при помощи искусственного интеллекта. Причем не очень качественно сделано. Я видел фейки гораздо лучше. А как вам насчет оптимизма в мире, в котором, в принципе, по исследованиям Goldman Sachs, любой фарма- или медицинской компании выгодны два типа людей. Больные и богатые. А лучше, когда это один тип. Представьте себе следующее. У меня R&D компания, и мне дают, я государство, и мне дают две формулы шампуня. Одна более водянистая. Больные и медицинская, да? То есть, быстрее расходуется, больше продается, как бы, хороша для экономики. Вторая лечит рак. С точки зрения эффекта на ВВП, какая мне выгоднее? Вот это вот парадокс мира, в котором мы живем. Смотрите, я започусь сегодня в Фейсбуке. Можете меня найти. Игорь Новиков, английскими буквами. Я первый выскочу. 60 преступлений будущего, которые я еще даже не успел упомянуть с этой сцены. И это далеко не самый исчерпывающий список того, что есть. Закончить хочу следующим. Есть такая нейронная сеть, называется Deepfake, которая делает то, что еще 10 лет назад делал за миллионы долларов Голливуд. Она меняет, совмещает тело человека одного с лицом человека другого. Я думаю, что этим видео я хотел бы выразить в какой-то степени надежду и посвятить его человечеству в надежде на то, что человечество рано или поздно одумывается. Ставлю вам хорошую песню. Спасибо. Ник Кейч. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok